Музей Представим, что лет назад В музее можно видеть картины Те прекрасные старые домики И беспощадная эксплуатация Буржуазным классом трудящегося народа Здесь работает иногда Дмитрий Иванович Менделеев И вот Менделеев пишет записку Внуку Александра Первого Записку о необходимости индустриализации Напомню, что Общество 5.0 появляется В ответ на создание индустрии 4.0 То есть мы сейчас переживаем новую индустриализацию Мы видим, как тысячи заводов обновились Появляются новые кадры, новые системы Это все идет, возможно, без особой рекламы Но это происходит И вот Дмитрий Иванович понимает Что у нас с вами чуть более 100 лет назад Огромное количество просто перенаселения Аграрного народа Там нет работы На всех не хватает земли Если помните, чуть позже пришел Столыпин И 2 миллиона человек переселены в Сибирь Потому что реально люди толкались Буквально на головах друг у друга И Менделеев, как великий химик Как, между прочим, профессор Казанского университета Он понимал, что надо что-то делать Вот с тем нашим народом С нашими прабабушками, прадедушками И он пишет записку Александру Третьему Где обосновывает необходимость Той индустриализации И говорит следующие слова Мы это можем сделать только Вытесняя людей, живущих в деревне В города Потому что в городах появляются Мануфактуры, всякие фабрики и так далее И возникает рабочий класс Но, говорит Как мы это можем сделать? Можем это сделать жестоко То есть понизив цены на продукцию Сельского хозяйства То есть на водство, зерно и так далее И повысив, относительно повысив цену На промышленные товары И его император спрашивает А не рванет? И Менделеев ответил Пронесет То есть прорвемся И он еще добавил Что, вы знаете, говорит Ваше императорское величество Нам нужно побольше нефтонов И поменьше платонов Нефтоны это специалисты С инженерным образованием То есть естественно научные Технические специалисты А платоны это такие гуманитарии Но я так понимаю, что у нас здесь почти большинство гуманитарий Но прошло уже все-таки много лет И с тех пор эти все профессии смешались Везде математика есть и так далее И вот, когда началась война с Японией Так, между прочим, такое было у нас Сто лет назад И пришел ординарец Ординарец К Менделееву Он был, между прочим, вице-премьером Вот у вас был здесь Борисов Это был вице-премьер российского правительства И вот Менделеев тоже был чиновником Очень большого ранга И доложил, что началась война И Менделеев сказал Не пронесло То есть мы не успели за какие-то 15 лет Совершить индустриализацию так Чтобы не возникло социальных последствий Затем, вы помните, революция Затем еще одна революция И вот в районе 17-го Вернее даже так 11-го года в Мексике В конце 19-го века в Бразилии Потом 17-е в России 18-е в Германии В Венгрии, вся Европа Если посмотреть на карту мира этого времени С точки зрения социальных волнений То это были всеобщие волнения Была Первая мировая война И была первая, фактически, мировая Всеобщая революция во всех странах И вот общество Сильно разрушенное У нас с вами осталось от промышленности 13% в 2020 году 87% исчезло Россию разграбили На колоссальные объемы В нынешних ценах это порядка 4 триллиона долларов Это грабеж России Из-за интервенции И тогда решили построить здесь Не только общество новое Вот в стилистической Здесь же учился еще и Володя Ульянов И, между прочим, это важно Что университет гордится тем Что здесь были такие интересные имена Не только Лобачевский, но и Ульянов-Ленин И тогда решили построить новый тип человека И в апреле 1917 года Когда уже случилась февральская революция Один князь, князь Урусов Работавший в Министерстве иностранных дел Пишет в дневнике В то время, когда на Западе Еще думают, что остался мир старым Он уже другой Мы, говорит, вступили в какое-то новое измерение Человеческое новое измерение И вот тогда стали строить Нового человека Мы сейчас уже это не помним и не изучаем Но цель социализма была Построить нового человека Напомню, что так хотели не только В Советском Союзе Так хотели поступить и фашистской Германии И фашистские Германии Тоже стали строить, выращивать Формировать нового человека Причем человека, обладающего суперспособностями Другое дело, что Эта система была Человеконенавистическая Все другие расы считались Недочеловеками Но это был очень серьезный проект Выращивали людей, способных Выживать в холоде, в жаре, где угодно Но напомню, что и в Соединенных Штатах Америки В 20-х годах тоже был начат проект Формирования нового человека Он назывался Нормальсия Потому что в 20-м году В США происходили волнения Сопостоимые с нашей революцией Их давили танками, артиллерией, самолетами Это было в Соединенных Штатах Америки И выход был найден там На пути создания Нового типа человека Человека коммерческого Который должен вложиться в автомобиль Уже появились Форды Началась массовая автомобилизация в США Появились коттеджи Появилась эта одноэтажная Америка И человек, играющий на фондовом рынке И американцы стали Яростно играть на этом фондовом рынке Пока в 20-м году все это не рухнуло То есть в 20-е годы Три таких было огромных проекта В Японии тоже был проект Создание нового человека И мы видим, как себя геройски вели Скажем, японские солдаты-офицеры В годы войны То есть все страны Вот в рамках той индустриализации Хотели построить Новое общество и нового человека Я хотел бы вам задать вопрос Прошу поднять руки тех из вас Кто себя считает больным Не стесняйтесь Кто себя считает больным Поднимите просто руку Так, ну человек 5 5 есть Значит, теперь поднимите руку Те из вас, кто себя считает здоровым Ну, в несколько раз больше Явно, что кто-то между ними, да То ли больной, то ли здоровый Я так понимаю Вопрос второй Поднимите руку те из вас, кто Себя считает эгоистом Так, ну процентов, наверное, 30-35, да Кто себя не считает эгоистом Поднимите руку Чуть меньше, но тоже довольно много Это интересно Теперь поднимите руку те из вас Кто считает, что главная цель бизнеса Прибыль Кто так не считает, что цель бизнеса Вовсе не прибыль Меньшинство Я рисую еще один вопрос задать Поднимите руку те из вас Кто хотел бы стать президентом Российской Федерации Рекорд Рекорд Это говорит о том, что очень мощная Республика Татарстан Вот еще, да Да, да, да Нет, я много Это рекорд Я не встречал такой аудитории Нигде, где было бы столько желающих Стать президентом Это мой респект Казанскому федеральному университету И вот если мы с вами оценим то, что произошло То я скажу так Что такое для нас переход к обществу 5.0 Вот, например, европейцы Его описывают совершенно иначе Представьте такую матрицу Я не стал сознательно показывать слайды Потому что у нас акцент сегодня на выступлении профессора Уимура Вот, но представим такую матрицу Где слева эгоистическая система ценностей Потому что кто такой эгоист Тот, кто считает, что должен достичь большого личного успеха Прежде всего, да Прежде всего И за вами потянутся другие Если вы имеете такую мотивацию Вы достигнете хорошего для себя и для других А на другой стороне вот этой матрицы европейской Ценности более ответственные Экологически, социальные То есть человек социально ответственный Слева супер эгоисты Справа такие супер ответственные люди И дальше представляем матрицу по вертикали Внизу это общество Где вот те самые бигдата Будут контролироваться не централизованно А вверху те общества Где бигдата Ваши, наши персональные Будут контролироваться централизованно Это принципиальный выбор современных обществ На нас с вами есть примерно 44 базы данных На каждого из нас Вот здесь находящихся Мы оставляем следы на автодорогах Мы оставляем следы на вокзалах В автомобилях Кредитные карточки Получая стипендии Получая паспорт Совершая правонарушения И еще массу других Да, магазин конечно же Массу других совершаем поступков Которые дальше оседают в этих базах Да, телефонные звонки конечно Инстаграм Есть даже такое медицинское правило Если вы более 10 фотографий Оставляете в инстаграме Обратитесь к врачу, психиатру Проверьте себя тщательно Больше 10 До 10 это терпимо в пределах нормы А вот после 10 это уже проблема Так вот, мы оставляем массу данных Мы даже с вами не считаем их своей собственностью Вот уже сейчас Между тем, любой политик в Европе Который сейчас действует Он столько уже наставлял после себя Вот этих данных в социальных сетях В инстаграме и в электронной переписке Что в принципе о нем известно все Вот скажем, компания Мисуби Сейчас разрабатывает системы контроля Распознавания лиц В любой толпе вы можете опознать любого человека И к нему прикладываются все необходимые данные Мне очень понравилась в Японии Знаете, система такой роботизации Вот когда вы приходите в какое-то наше кафе Что больше всего напрягает? Это вопрос Вот вы представляете, сели там компания Вот у нас попечительский совет здесь сидит Пришли в кафе, например И вот уже выпили сок И что вас напрягает? В системе сервиса Ожидание, точно Представляете, вот я уже выпил все Ну пиво, сок, в смысле сок Клюквенный выпил А ко мне официант не подходит И я начинаю расстраиваться И получается радость Моя от общения с коллегами Она обращается тем, что ко мне не подходит официант И не добавляет мне клюквенный морс В Японии уже поставлены системы Которые отслеживают этот умный интеллект Отслеживают И как только у вас там осталась уже одна пятая часть Подходят официанты и спрашивают Не хотите ли еще клюквенный морс Вот как может использоваться Искусственный интеллект И выручка вырастает процентов на 30 Благодаря простейшей этой вещи Связанной с цифровизацией Так вот Эти все данные собираем В Китае, например, даже создан такой эксперимент Идет эксперимент И со следующего года он будет распространен на всю страну Данные собираются в 20 городах А человеке все И формируется рейтинг Рейтинг А если у вас хороший рейтинг Получите бесплатное образование Получите доступ к кредитам Квартиру раньше времени У нас у других вещей И получается, что когда у вас По вам получается такая информация Вами можно управлять Это очень интересная вещь Есть даже такой фильм «Черный зеркало» называется Мне кажется, кто-то смотрел из вас Когда одна девушка пригласила подружку На свою свадьбу А у нее был рейтинг порядка 9 баллов По 10-балльной шкале Она бежит за билетиком В очередь На самолет Пока стоит, нервничает А ей ставят дизлайки И когда она подходит к кассиру То выясняется, что у нее уже нет рейтинга Для покупки билета Уже шестерка Она опять нервничает Раздражается Ей снова ставят дизлайки Она выбегает Снимает какую-то машину допотопную На бензине Как вот мы сейчас Это мы допотопные времена Лет через пять проходит И когда она приезжает к подружке У нее уже рейтинг меньше единички И та звонит и говорит Не приезжай ко мне Ты мне испортишь средний балл Всего сообщества То есть фильм Но он моделирует ситуацию настолько точно Он моделирует то, что делается сейчас В частности Китая И вот Что такое цифровое общество И общество за цифровое Вот когда мы слышим нашего докладчика Общества 5.0 Это означает, что Столько будет цифровых перемен Что мы с вами начнем общаться друг с другом иначе Мы иначе начнем делать бизнес Иначе будем обучаться Вот это университет 4.0 Это другой способ обучения Меньшее время в аудитории Больше задач Там всякие проекты и так далее Но в идеале Какое из этого должно быть управление В идеале нужно о каждом иметь всю информацию Вот всю Я должен знать, как искусственный интеллект Что вот вам нужно послезавтра Непременно йогурт с клубникой А через недельку йогурт с маракуйя Я знаю Получая все ваши медицинские данные Что там через неделю нужно пройти курс Какой-нибудь такой терапии Там уколов 10 колоть А через там 15 дней вам нужно пойти в фитнес И непременно потратить там 752 калории То есть в идеале вот мы дойдем до этого И получится Вставляем вместо сережки Вставляем аппарат, который нам подсказывает Как себя вести И это будет хорошо То есть получается для такой системы Нам важно собрать всю информацию И обработать И выдать нам на выходе предписание Как себя вести И кому-то может показаться Что это хорошее общество Мы можем прийти к этому А еще лучше собирать все эти данные С самого рождения ребенка А еще лучше с момента его зачатия Даже зачинать не надо Потому что можно ребенка делать искусственным образом Тем более биогеномика Это тоже одно из важнейших направлений перемен И вот получается Что экономика тоже будет вся предсказательная Если мы знаем сколько нужно людям Знаем сколько у них денег Знаем как каждый кластер себя ведет Значит мы можем заранее производить Нужное количество не только автомобилей Кондиционеров Но и любой такой мелочи всякой Плоть до продовольствия Плоть до айфонов Которые вам нужны и так далее И вот получается Это что идеал общества? И кто эти данные контролирует? Кто этот один Который сможет вот это все сделать? Это что у нас Орвал получается? Или Хаксли? Об этом уже много написано разных фантастических вещей Поэтому в Европе например Многие страны борются Чтобы никто не имел права На всю информацию о человеке У нас тоже такая борьба идет Потому что недавно чуть не распространили Эксперимент на детские сады Вовремя прекратили Вот такой вызов И поэтому Возвращаясь к вашим ответам Мы хотим наверное выйти В такое общество Где все-таки мы будем больше похожи Не только на цифровую технологию То есть строить цифровое общество Мы с вами наверное хотели бы Остаться природоподобными Потому что аналоговый сигнал Он гладкий на самом деле А цифровой сигнал 1.0.1.0 Там другая математика Там квантовые компьютеры Более похожи на природу Мы там хотим с вами Наверное сохранить свободу выбора Чтобы пусть нам подсказывают Как хорошо играть в шахматы Но вот пусть останется Что-то у нас человеческое Хотя бы чуть-чуть Чтобы нам не подсказывало В этой сережке Или там в очках Где угодно Или нам кожу такую сделают Или прививку например Лазером просканировали ладошку И все мы с вами уже управляем И компьютеры не нужны Это будет удобно И некоторые люди как мы знаем Даже экспериментально себя вживляют Эти все приборы Хотим мы этого или нет Вот в чем стоит вопрос Сохранится ли человечность Или киборги сделают за нас все без нас И довольно серьезные ученые в мире сказали Что человек пусть отомрет Как отработавший ступень ракеты Человек станет шимпанзе будущего А я вот не хочу остаться шимпанзе будущего Я хочу быть шимпанзе настоящего В конце концов Вот где эта человечность В чем она заключается И в том она наверное состоит Эта человечность Что мы смотрим на фотографии в музее И видим что Конечно же Дмитрий Иванович Менделеев И Лила Бачевский Они не были глупее современных компьютеров Они не были глупее современных людей И мы смотрим на них Понимаем что у них интересные люди Менделеев Вы знаете сколько детей было? Как вы думаете сколько? Девять человек Один в Японии Один в Германии В Америке и шесть в России Великий человек В этом тоже была его человечность Между прочим У Дмитрия Ивановича И вот теперь смотрите Что такое быть эгоистом? Я понимаю благородное намерение Всех кто так сказал Но это всего-навсего Одна из моделей самоопределения Что такое быть больным? Это следовать неправильной стратегии Здравоохранения своего личного Человек будущего Никогда не будет больным Он будет или здоровым Или выздоравливающим Более того Как только вы заболели Даже сейчас ОРЗ Пока мы еще не вступили В общество 5.0 Не говорите себе что вы больные Не говорите себе что вы пациенты Потому что мы всегда Только выздоравливающие И вот эти два состояния Из четырех возможных Больные, пациенты, выздоравливающие И здоровые Это принципиально другая Жизненная установка Никогда не говорите себе Что главная цель бизнеса прибыль Потому что когда смотрите На цели Митсубиси 17 целей ООН Да, прибыль важна Но на самом деле Если главная цель бизнеса прибыль То тогда вот Золотая вишня Которая случилась Она и велась Как бизнес Где главная цель прибыль Если главная цель прибыль То у вас между выручкой И затратами Должен быть как можно больше остаток Значит сокращайте затраты Зачем вам делать Нормальную сертификацию Зачем вам нормально оборудовать Противопожарную охрану Это все затраты А вам же прибыль нужна То есть это очень опасная стратегия Которую Правда у нас на ранних курсах Еще учат Но если осмыслить Окажется Для Митсубиси Ведь заметьте Наш гость ведь Ни разу не сказал Слово прибыль И даже финансовые показатели Не показал Потому что главное Вот это соответствие Этим большим целям Это интереснее Или кто создавал университет Что он имел ввиду прибыль Или Александр Первый Имел ввиду прибыль Или когда вы создаете Беспилотные Вот эти КамАЗы Неуправляемые человеком Это что прибыль главная Это потом Экономисты потом рассчитают А главное Носить цель Или спутник построить Разве в этом Главный смысл Или что в семье Которая тоже является Хозяйственной ячейкой Общества Главная цель Прибыль Какая такая прибыль В семье Сплошной убыток Или наоборот Наращивание капитала Да для женщин Да Семья это убыток Или если мы так будем думать То окажется Что любая вывезенная Тонна нефти Для нас Это прирост богатства На самом деле Это вычет богатства Нефти стал на тонну меньше И так уже считает Всемирный банк Например Ионовский Все счета национальные Построены по этому принципу То есть выясняется Что есть масса вопросов Касающиеся нашей повседневной жизни Где мы с вами Являемся Каждый из нас Каждый из нас Вот этим полем боя Двух вопросов Хотим ли мы стать киборгами В той или иной степени Обвешиваемся гаджетами Беспроводными И так далее И все Кто-то с другой Будет за нас принимать Самые главные Человеческие решения А если дойдет до того Что вот сигнал даст О влюбиться можно А вот Это не вы решили А за вас решила машина Вы хотите такое общество? И в итоге Как вот почти сто лет назад Стоит вопрос О новом типе человека И сейчас мы с вами Вот являемся Этим полем Ну не то что битвы А полем выбора А как Как мы сохраним себе человечность В чем она состоит В чем заключается дружба Вот я скажу студентам Вначале задаю Четыре вопроса Зачем мне нужны родители? Напишите для себя на листочке Зачем вам нужны родители? Второй вопрос Зачем вам нужны дети? Зачем вам нужны друзья? Зачем вам нужны муж, жена? Напишите для себя И сравните А что напишут другие ваши коллеги? Вы удивитесь Какие получатся Интересные результаты И слово прибыль там не прозвучит Здоровье возможно прозвучит А прибыли там не будет Это все вопросы Которые задает Переход концепции Общества 5.0 И он касается всех нас Вот я хотел такую Сделать ремарку Соответственно И Я Буквально одно впечатление Мне довелось в октябре Быть в Японии Нам показывали работу роботов Работу роботов Делились Заботами в области Искусственного интеллекта Японские коллеги Генеральные конструкторы Разных систем И вот два момента Меня впечатлили особенно Помимо гостеприимства Конечно японского Но Гостеприимство Казанского университета Нас тоже впечатляет Конечно же Вот Первое То что нет никакого Знаете Такого пиетета Перед роботами Цех Который оборудован роботами Работает с роботами Полуроботами И людьми Они периодически Выходят из строя Это всего-навсего Наши помощники Замечающие нас В тех функциях Которые слишком рутинны Или требуют Лишнего внимания У нас роботы Давно по луне уже ползают Напомним вам об этом Да Возьмете журнал Техника молодежи И там она на Она на трубках О телемедицине Давно уже все это сказано Просто сейчас пришло время Это внедрять И второе Меня поразил разговор С генеральным конструктором По искусственному интеллекту Компании Mitsubishi Который сказал Вы знаете Когда он приблизится Искусственный интеллект К человеческому мозгу Пока это даже не мозг крысенка Даже не мозг крысенка Может быть Мозг червя Он уже имитирует Еще остается Масса задач Для человека А человеку Нужно стать человеком И в системе отношений С другими АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Субтитры создавал DimaTorzok